В селе Мощеном Яковлевского округа проживает чуть больше 500 человек. Наталья Масолитина с 2012 оказывает медицинскую помощь местным жителям и знает абсолютно все о своих подопечных. Маломобильных 30 из населения, 76 подлежит диспансерному наблюдению. С этого состоит 25 сипертонической болезнью, 30 человек с ИБС и 10 человек с сахарной диабет. Долгие годы местный ФАП занимал всего одну комнату в здании администрации. Из-за стесненных условий очередь к узкому специалисту занимала даже не часы, а дни. В новом объекте возможность одновременно принимать сразу нескольких пациентов увеличилась на порядок. Есть просторная смотровая и процедурная комнаты, комфортная зона для ожидания. Кабинеты оснащены полным комплектом оборудования и медикаментами для неотложной помощи. Здесь могу принимать я и терапевт, педиатр, невролог. В соседнем кабинете будет кабинет прививочный и кабинет процедур. То есть все по графику. Процедуры в одно время, а прививки в другое. Также сегодня начал работать Центр врача общей практики в Яковлевском Кустовом. Теперь помимо посещения семейного или профильного специалиста, жители могут сразу же начать лечение в палате дневного стационара. Кроме того, предусмотрены отдельное помещение для вакцинации и аптека. Постоянно ведут прием основные работники, то есть семейный врач и фельдшер ФАПа. Согласно установленному графику будут приезжать узкие специалисты для осуществления консультативной помощи местному населению. Будет осуществлять выезд передвижной флюорограф-момограф. Территории медицинских учреждений благоустроили. Входы оборудовали пандусами для маломобильных пациентов, а парковки спроектировали с учетом удобного размещения поездов здоровья. Любой медицинский пункт, будь это центр общей практики или ФАП на селе, он отдыхает в жизнь в село, потому что жителям что важно, чтобы всегда была помощь оказана на месте. Оба объекта построили по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Главная цель не только повысить качество и доступность к квалифицированной помощи на сельских территориях, но и улучшить профилактическую работу. В медучреждениях также планируют проводить лекции на актуальные темы. Влад Калинин, Виталий Петренко. Программа «Такой день» на Мире Белогория.